Товарищ Маршалл, товарищ доктор немецкий, как тебя бежал? Вольбанг Шульц Гробовщик у нас Мортимер Шаман племени Сиу Вазия И Джонни МакМаффин к вашим услугам Ну давай вкратце тогда, на чём мы остановились, о чём наше приключение Для тех, кто открыл эту серию Но если что, ссылочка есть в описании, можете посмотреть всё сначала Но если не хотите, то вкратце, как так знаешь, сверхъестественно показал Тогда В конце сезона В начале каждой серии там, тогда Краткий экскурс о том, что у нас было Не обязательно так говорить Тогда Нет, это я вставку сделаю Всё, погнали Итак, наши бравые герои Наши бравые герои предотвратили ограбление Ванка Сидели в таверне и отмечали всё это дело Тут к ним подбежал мальчик с письмом Подошёл Как бы это смешно не звучало Ну да, это письмо от местного, ну... Барыги Да Ты сломал Чувака Да Уважаемого человека Уважаемого человека Арчибальд Сэмпер Он просит их о помощь Они пришли к его... По его приглашению По его приглашению в его дом Он объяснил ситуацию Из одного из его приютов Он помимо... Занимается благотворительностью, да? Да, занимается благотворительностью Какой? Миценат Вот И он попросил их расследовать это дело Почему они сбежали? Он подозревает своего конкурента Эбенезера Сноу В этом Когда они выходили, его помощник Сказал о том, что Ходят слухи о неком крысолове Вот Который Якобы На Ярмарке В соседнем Поселении Пытался увезти детей с собой И Естественно Он считает, что это крысолов В общем Наши герои Отправились в приют В приюте они встретили Ну Смотрители этого приюта Это Леопольд и Элизабет Браун Поспрашивали у них Оказалось, что Они ночью крепко спали Ничего не слышали Подождительные Да Ничего не слышали С утра проснулись Детей нет Лошади нет Телеги нет Ничего не знаю Ничего нет Ну в общем Ничего толком они не выяснили И пошли дальше По следам телеги Следы телеги закончились И они дальше Ничего не нашли Пошли в соседнее Поселение Там как раз таки Про которого говорили Про крысолова Которым он якобы был Этот крысолов Пытался Увести Ну он играл На гармошке Вокруг него Собрались дети Но Местный дурачок Вспомнил Старую легенду о крысолове И Закричал, что это Он сейчас уведет детей Местные подбежали В общем Все нормально Детей спасли Но крысолов скрылся Вот Они Узнают о том Что Вот этот местный дурачок Сейчас находится На лечении У Доктора Бетани Линкс Которая Устроила Госпиталь На Бывшей ферме Она Ферма Разорилась И она Купила этот дом И теперь У нее там Госпиталь Наши герои Прибыли туда Поговорили С Бетани Поговорили С Дурочком С местным дурачком Ну И все А Оказалось Что он умеет разговаривать с крысами Мы как раз Становились на том Что он Вышел во двор Да Он вышел во двор Вместе с шаманом Потому что шаман сказал Что я буду его Ну Буду его сопровождать Буду его сопровождать Хочу слышать Что говорит Выбежала крыса Из кустов О чем-то Они поговорили с ним Вот Иначе разговор Начали там И закончили Да Начали разговор Остальные стоят Вот у нас тут сценка Да То есть где-то вот здесь Где-то мальчик был Где-то крыса Это крыса Мальчик И вази И шаман рядом Да Мортимер Кустая куча Ну В общем слышит Что говорит Только шаман Да Они потому что Разговариваешь Шепотом Крыса там Что-то пропищала Вази я Ну как там чё Помощь надо Ты себя то поставь Вот он Где меня Это Ну Буквально Несколько фразами Переглянулись Потом крыса Стала на задние лапы И посмотрела куда-то И убежал Вот Так как Ну Ты шаман Ты знаешь о том Что есть Такой Крысиный король Это Один из духов Ты слышал о нём Но Вы шаманы Ему не поклоняетесь Потому что он Один из Новых духов И Он в этом мире не так А вы покупаете Больше природам И так далее То есть Ты примерно Понял о чём они говорят Но не всё Потому что Ну всё-таки Ты это не изучал Но В общем Что-то Что-то ты понял Вот Сейчас Ну Скажем так Мальчик будет рассказывать А я тебе скажу Он правильно рассказывать Ты или нет Ты можешь понять Правда Он говорит или нет Хорошо Но он же всё равно Всё будет страшно Ну Да Конечно Да Ну В общем Крыса убежала Убери её Да Она Ушла В подполь Да Убирала И Подожди То есть Подтвердилась вот эта вот штука Что он говорит с крысами Он реально с ними говорит Он реально с ними разговаривает Вот Вот это было очень важно Доктор Вы не находите это интересным случаем Я Уже тут Несколько интересных случаев нахожу А вы заметили что у крыс Оказывается есть голосовые связки Возможно их стоит поймать И исследовать Да знаете МакМарфель 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 С плащем будет такое можно Это же наше дело Вази Откликай там Дослушал Подождите Если Услышал Если это его друзья Давайте сразу всех убиваешь Мы Мы все идем к Вази Подождите давайте Я подошел к Вази А хорошо Да вы подумайте об этом Так я тоже Доктор Мортимер тоже пошел к Вази Друг мой шаман Подожди Вази обращается К пареньку То есть Он Вази это понял О чем говорила крыса Примерно Теперь он хочет понять Понял ли вот этот вот парень Он просто Что это дает ему слово Он говорит Рассказывай Вот Ну Парень рассказывает Говорит о том Что Мои подружки Он так называет Мои подружки знают Где находится Тот кого вы ищете Крысолов Вот И Сейчас Что-то хотел Говорит Кинькунер 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 Вот Он говорит о том Что Он знает Где крысолов И где дети Вот Мои подружки Могут показать Доктор Линз Тоже тут Трелся Какие дети Что за дети Подожди Рассказывай Вот Он говорит Знает Где он укрылся В норе Вот Ну и мои подружки Если надо Покажут На том Что они говорят Вообще Кто не понимает Вот И Не он Нормально рассказывает Вам Это не индеец Это парень рассказывает Это парень рассказывает Вот Ты понимаешь Что он говорит правду То что я услышал Фактически он повторяет Да Он повторяет То есть ему скрывать Нечего Ну он Рассказывает об этом И Говорит о том Также он Рассказывает о том Что Из-за какого-то Нехорошего человека Вот Его подружки Страдают Они очень болеют Вот Ну вот Как-то вот так Он сбивчиво все рассказывает Ты же понимаешь Что если ты нас сейчас обманываешь Тебе придется пожалеть Он не обманывает Точно? Не обманывает Зачем мне вас обманывать? Больные крысы А мало ли Чем ты там Чем ты там с крысами занимался? Покажи крысолов Покажи Злой человек Злого человека Ну Он рассказывает о том Что злого человека Крысы толком Не видели Не могут его описать Как он выглядит Потому что Белый? Потому что все кто его видели Близко Уже не могут ничего описать Потому что они превратились в ужасных тварей О как Крыс? Тот белый? Крысы Злой белый? Крыса люди? Они не знают Не знают как он выглядит Укажи путь Он говорит Они сказали покажут Туда 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 Дальше по дороге Ну Поедем Значит Вот Тут Змешивается Доктор Подождите Стой Какие дети? Я уже ничего не понимаю Доктор Отойдите Ну вы же знаете Ты подожди Ну вы же знаете Я могу помочь Ну Доктор Давайте как то мы решим это Можно все таки расскажете что происходит в конце концов Письмо покажи Покажи Письмо Покажи Письмо Это мои мысли Это мои мысли Да Хорошо Давайте Давайте Это мысли индейца Вы просто Читайте их Он говорит Какая дорога Врач Дай трав Каких? А Которые там Которые там Вырывали Ну а на Верекс Ферекса показывает БМО То что он вырвал Собери отдай ему Дай больше Ферекса Это его помощник К сожалению Не могу Потому что Еще не вы А что это за аппарат У вас там такой механический В полисаднике Да какая ерасть Это система полива И ухаживания И удобрения За травмой А гидропоника Да Не на призрачной руде часом Да Клево Всегда мечтал такой Здесь почти все Изобретения На призрачной руде Все Хорошо По ним Добавил Добавил себе травы Целедные травы Да, забирай Сколько? Вот вес Сколько? Количество, объем Веса у него еще Он тащить и тащить может У меня есть волк Шаман дай денег Кстати Вот такой пучок трав Который ты там навыдергивал Вот тебе принес Феликс Забирай Они все равно выделнуты И толку от них никакого Сушить можно Ну ты делай его с ними что хочешь На Хорошо Шаман помнишь я тебя маффином угощал? Дай денег Дай денег Так Давай тогда соберемся в дорогу Вы есть вообще хотите? Нет? У меня 6 Давай начнем с того Сколько потерял шаман Половину? Или сколько? Да С пустыми карманами С что это дали? А я их нашел Куда там он их проил? Он шел и по дороге их раскидывал Как путь отмечал Хорошо Тогда сейчас я соберусь И мы поедем Весь долг этого товарища погасить В общем она собирается в дорогу Она Может возьмем этого и уедем? Тихо Да Да Вот этого вот парня Она стоит за себя за главного Калибу Это у местных дурачов Которые Она его переодевает Потому что Ну Доля походную одежду Он сдает в пижамке Ну он такой Да В пижамке С длинным рукавом Да Просто ему там в лицо разобрали И тогда И она все это Ухаживает за ним Макияж Да Сама собирается Передевается Входит Она Она выгоняет из гаража Двуколка такая В нее И в нее Забружен механический осел Ого-го А к ней можно? Механический осел Не ого-го Механический осел Ты не любишь Механический осел Да Я не доверяю Со стены гаража Она снимает такую Винтовку Блин Из нее Торчат там Всякие провода Там Видно что это Безумно Это устройство Так длинная Винтовка У нее прицел Там еще Ну короче Никто из вас в этом Особо не понимает Поэтому Моя Я же стрелу Ну Она Очень сильно Переделано Какой-то Ну Одно из безумных Вот этих В общем Я Я готова В кошель Руку запускаю Так небрежно Собираю горсть монет Просто кидаю Перед тобой Вот так Забирай Там Двадцать Двадцать Долларов Четыре У меня осталось Сколько я там должен вам Дробовщик Три Вот вам Три Доллара Шесть Ну Проценировал Так Двадцать Да Там было Ну Швырнул Двадцать Мне 17 Осталось Забрал Три Доллара Все в расчете В расчете Да Только ты мне маффин должен Который съел Я тебе ничего не должен У меня Двадцать Долларов И опять началось Ну что Я могу отдать Ну это Алхимику Травы Чтоб он что-то на них приготовил Или я сам могу с ними разбираться С этими травами Что-то готовить Ну ты У тебя же есть знахорство С помощью них будешь лечить Что-то можно сделать с травой Подорожник на лоб будешь Да Тип того Подорожник на лоб Будет бонус какой-то Помимо там проверки Смотри Булевый воронеж Все Хорошо Если плотно Плотно свернуть Можно заткнуть Ну У шаманов У них там свои вот эти Поплевать Да Ну если все готовы То выдвигаются Да Да Судя потому что Калев говорит Не будь Слушайте мастера Что вы базар разбили Он знает куда идти Тихо Он говорит что подушки покажут Такой вопрос Он точно не знает где-то Грызя посмотрела в сторону Это что значит Она посмотрела в сторону Куда идти Вот она стояла Ну куда-то сюда Она вот так посмотрела И убежала И убежала Да Она посмотрела куда-то Вот в сторону дома Да Вот так вот Как будто кого-то увидела И убежала Ее что-то напугало Что-то ее напугало Да Она до конца не договорила Аааа Давайте может разрулим Подожди доктор Это важный момент Я думал просто она посмотрела в направлении Куда идти Я пошел Так ты думаешь какая-то тварь была Которая сцарапала Ты не за крысой пошел Ты пошел в направлении Куда она смотрела Ее что-то испугало Давайте выясним что ее испугало Я пошел гляну за дом Ну вспомните В тот раз Мне кажется там что-то было В тот раз когда мы пришли На него что-то напало Его сцарапало И шмигнуло под кровать Мы с МакМаффином А кстати да Но когда я ему намекнул Я прошел проверку Сказал типа МакМаффин Посмотри Я его вылечил тогда Он посмотрел Ничего не нашел Ничего не его покровал Ничего не его Ну что-то значит есть Там что-то крысы бегали Мы едем нет Ща я посмотрю что тут Пожалуйста Скажите а что у вас такого интересного Вот это вот Замечательное животное Его же кормить не надо да? Не надо А вози За чем работой надо? И надолго одного хватает? Одного чего? Осла Ну вот я бы сказал Вот взять вот Кулак присочной руты Насколько хватит? Надолго Кулак присочной руты Нынче Кулак Нынче век девятнадцатый Вы пользуетесь более точными цифрами Вам зачем это? А мне интересно Смотрите А то мой конь серит Да слава вас хочет увезти Она Сейчас Подождите Подождите И Уходит в дом И не возвращается Возвращается А каталог приносит Приносит каталог Вот здесь все написано А вы здесь заказываете? А я вот здесь заказываю Это не мое изобретение Нет А то У нас в Европе Те кто занимается Таким Особенно в девятнадцатом Нет Это вот у нас компания Вот они изобретают Мортимер подошел к Вазе И спрашивает Вазе На ломаном Тихо Вазе Краснокожий ты человек Ты ничего здесь Чувствуешь какое-то присутствие Тебе ничто не напрягает? Чувствуешь Чего-нибудь Опасность Как тебе сказать В окружении белых людей Я конкретно вот В доме У осла Ну Я такой как осел Он так механически Самый очень он может призвать Духов Они ему расскажут Сам он Может проходить Внимание Может проходить Ты мне это не рассказываешь Ты мне это не рассказываешь Нет Просто Сам по себе Он ничего не чувствует Вазе А чувствовать похоже я чувствовать покой что тебя беспокоит в общем ты подошел сюда здесь кустарники растет дерево большое такое вот и ты успеваешь заметил крайне глаза как светки дерево взлетает большая черная птица большая чем и улетает птица напомни как звали этого самого как звали этого нас нас нанял этот вот его помощник нет не помощник его конкурент это птица бестолковая стреляй в нее она уже улетела я иду обратно он не успел здесь и заявил можно не 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 но птица улетела ну персонаж реально не придал бы этому ну птица улетела я иду к шаману и рассказываю шаман там какая-то птица большая была ничего не чувствуешь стрелял мне не шаман ты же вроде там типа это природе там это злая птица поехали я придал у вас калют есть проводник который ну дорогу пусть показывает в общем ехали 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 он периодически просит остановиться все это уходит куда-то в кусты и опять с крысами советуются я не буду ей показывать дальше он точно не знает где это находится мне кажется нас куда-то не туда он даже ну на карте показать подозрительно они называют большая нора вот его подружки говорят это большая нора часто но мы завезут что крысолов и дети там они чем подряд что там он поверите вам все время перестанут что да да они все еще там уже время близится к заказа как я чищу и чертой с кердой дырек я чищу пистолеты там перезаряжаю в общем вы едете уже дело к закату два часа духом там пока молила останавливался на опушке леса но пускай линга и что это осталось уже недалеко вот крысолов может нас услышать я от ночи поэтому он предлагает оставить здесь лошадей и дальше и по так господа у кого есть фонарь кроме меня мы ночью как бы полезем в нору мы все интеллектуалы надобники у меня нет фонаря у меня у одного есть будем все светить одним фонарем у меня есть рунные пули восхитительно так давайте пойдем утром может сделать ушу туда и что он говорит тоже пойдем утром ночью пойду вот доктор говорит у меня есть фонарь и у тебя есть фонарь замечательно два фонаря на такую арабу людей да ладно нас то всего да пойдем нормально я предлагаю утром стреляемся если че ночью макмаффин пойдет впереди хорошо а я предлагаю пойти утром друг ты возьми а давайте чуть-чуть отъедем мы отъедем на час назад там переночуем и потом приедем короче я скале мы выходим вперед в этом направлении мне не интересно что они обсуждают мне надо идти сейчас подождите ну куда куда это шаман ему бесполезно что объяснять я иду с ним доктор просит вас если вдруг начнется заварушка не не пускайте туда колеба чтобы это я могу постаржить лошадь и отдает так я предлагаю за ночевать они без фонаря цена вернуться а фонари только у нас как только ты покажешь им дорогу ко мне я не трус ну я пойду потому что он говорит что здесь ненавидима ничего страшного бессмысленно останавливать нужно идти дикарь идет вперед ни о чем не думает поц может пострадать да если поц пострадает для меня для немца будет ничего страшного ну я до него закопать смогу но мы идем пока они стоят там общаются мы уже ушли по воде на кого влезти вглубь нагоняем в темноте в полу в темноте мы вверх фонари у нас фонари двои у нас фонари куда он без фонарей а чё я две написал надо же подготовить надо взять еды вот со слов с таким помозочком подумай о перспективе развития данного мероприятия у него еще это табуретка его табуретка бешеная бешеная табуретка с его сослов у меня конь потом у тебя эти волокуша сослов а я бы не доверял доктору они привязаны а кто-то берет деньги для поддержания пансионата у меня тоже лошадь у тебя лошадь я бы не доверял тоже привязана к столу быку здесь в общем тут дорога нормально поднимает вот так дорога здесь начинается может вы куда пошли я пока никуда я нагнал их пытаюсь остановить утихомилить вы тут чешите вот сюда упорно мы не упорно мы аккуратно идем то есть как бы он нас ведет не спеша там лес там заросли какие-то и тут звук инопланетный и тут звук инопланетный приходится все время следить шаман все время прислушивается к звукам леса я тоже внимательно так иду аккуратно к чему ты готовишься спальный мешок так остальные где она осталась здесь сказала я посторожу топорик взял вот тут я и спичек взял она не любительница конфликтов я думаю вы поняли она все время пытается пляжку это стрельба вот это все это не для меня винтовку взяла молодец стрельба не для нее а не одолжите мне винтовку а я вам дам замечательный теленджер 41 калибр я боюсь вы не умеете ей пользоваться не бойтесь я умею у меня есть друг который меня научил пользоваться это я что ли зря я очень долго не работал я сам как бы не сидел но у меня приятель сидел то есть вы идете аккуратно не не вот шаман следит за этим он слушает звуки леса звуки природы слушает как там сквозняки там всякие без сборки никак нельзя не подготовить волнение сил в силе через минут 15 буквально такой неспешно ну это недолго да совсем недолго тут недалеко вы видите пещеру ну большая нора большая пещера ну да там большая пещера логично нора большая пещера перед ней небольшая пушка вот здесь лес везде вокруг нету кажется мы пришли в пещере видно как сидит человек в шляпе в флаще вот играет на губной гармошке мелодию слышно тихо тихо вокруг него кружочком сидят дети и слушают вот так стреляй что там в детей в детей в детей попадем надо поближе подойти посмотреть подожди можно попробовать просто да тише говори разтихлю у тебя тут вообще нет в смысле я с вами шоу надо наставить а о гробовщень тише себя веди а вот я что слышу тихо 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 доктора не взяли мы уже куда-то вот сюда вышли доктора не взяли не знаю видно калиев как только убеждается что вы увидели это все дело по наказу доктора линкс он все таки ее слушает больше чем вас и убегает туда к ним мальчишка убежал уходим шаман где-то он там шаман аккуратно выходит протягивает мы в засаде сидим протягивает руки и говорит на своем наречии я в кустах сижу так и такой прицелился так на крысолова у гробовщика паника начинается он просто смотрит на это все он достал лопату у него револьвер и в море и начал копать нет он приглушил фонарь стоит с револьвером но глаза на руку лезут от этой глупости в общем вазе подходит медленно он говорит так спокойно и обращается к играющему на гармошке он говорит просто вазе с миром он встает вокруг него дети пещера большая там костер горит вот здесь это повозка которая там наполовину убитая видно наглядать это та на которой они уехали вот вот ну полоски а гей вот он встает здесь убирает гармошку от губ и приветствую тебя в два в два ну как бы в два в состоянии еще большое и он машет тебя приветливого здравствуйте типа где мои где мои кто кто вы сил очень приятно очень приятно где другие сил другие сил я не знаю такие как я не знаю что делать уже ходить мы сейчас ужинать будем кто они вот и тут звучит выстрел вот и кроссолов падает дети вот кроссолов падает вот и его тело рассыпается просто в пыль то есть от него остается такая кучка пек что как с какой стороны стреляли я понимаю ну да ты понимаешь шаман бросается к детям со всех у детей начинается дичайшая паник вот шаман к ним бросается и кто-то забивается их ну чуть больше десяти вот у кого-то начинается паника он забегает там в угол пещеры кто-то вырывается пытается в лес убрать ну короче кто-то плачет кто-то орёт в общем убит испания садок начинается детская такая доктор это знакомая смотрю ты вообще там с дамочками развлекаешь вот ты понял что стреляли я сед literature я такой на корточках поворачиваясь там там уступ ну небольшой открывается звуку нет у я максимально хочу детей в пещеру все-таки загнать быть ними здесь то впрестую подожди ты что делаешь? кроповщик! обходись с другой стороны кроповщик пошел за мак маффином увидел что тут кроповщик ну я начинаю выстрел ломанул бегом по прямой вот туда и побежал вот туда и бегу так ломанулся туда без ничего у меня ружье я на холм захожу постепенно калеб туда дошел в курсе монет там же был доктор если надо он скажет мы не знаем кто ты когда ушел калеба не было все мы не знаем где он он где то там вот в общем после он же ненавидит ну доктор была со мной там сидел значит и она стреляла ну а что? ее мы тоже сейчас не видим поэтому убираем вот так дальше ты начинаешь собирать детей собираю детей рассказываем древние индейские сказки пытаясь их успокоить дай слово шаману пусть он рассказывает подожди мне удалось вообще всех хотя бы собрать я понимаю что я собрал всех двоих которые убегали в лес буквально зашкварник схватил потому что ну ну подзеваться некуда все закинул в пещеру да вроде они успокаиваются но все равно там рассказываю им как могу все древние индейские легенды которые детям обычно рассказывают там баюкаю их всячески они там причитают как так я не могу то есть они они считают они действительно считали его своим другом своим этим помощником и они уазея тоже друг скажи что это ты бы им сказал что это не человек но он же рассыпался вы выходите на небольшой уступ все он с детьми там никого нет я смотрю вокруг там оглядываюсь смотрю на пол там следы и у него есть фонарь ну ищите гильзу включите фонарь давайте следы искать стреляли отсюда давайте давайте каждый на внимание кинет кто там сейчас кидает я первый у меня внимание 3 это значит я кидаю д6 нет ты два кубика кидаешь смекалка у меня 10 а внимание это 8 подожди два кубика кидаешь у меня д6 д8 у вас там я не знаю сколько внимание д8 д6 так смекалка у меня есть внимание получается 3 6 и 8 нет ты максимально кидаешь это 8 ромбовидный вот он он лежит вот это вот 7 и д6 и д6 и д6 и д6 о взрыв бетончики бетончики забыл да фишки плюс 9 кстати по 3 фишечки возьмите 9 нет 4 или там 6 6 плюс 3 9 у меня 4 потому что у меня удачи у тебя 4 в общем слабик лазил лазил в камень в темноте у меня 10 смысл как 10 нет не складывается по большему 7 у меня тоже 7 гильзов там не так и не находите у меня взрыв был просто фил ты находишь пару игральных карт нет ребята тут карты я в этом эксперт посмотри что за карты я эксперт по картам ага типография не джерси в общем я с фонарем буквально взяв эти карты в руки сразу понимаешь что это карты как я не слушаю забыл ты по профессии кто картёжник картёжники которые карточные маги То есть этими картами, как вы это заклинание произнесли, они после этого остались. Это что, карты в нас стреляли? Колдунство! Картёжный маг, короче здесь... Колдунство! А мы кого-нибудь встречали такого? Только Феликса, Едмундовича. Феликс? Ну, там говорят, поигрывает. Да, Феликс поигрывает. Говорят, Феликс приходит каждый день, поигрывает в карты. Только единственное, когда ты Чалик, что нормально играет, Феликс только играет, я и Феликс. Пока вы там рискали, Доктор... Вышла на поляну. Да, она всё-таки нашла вашу поляну. Она вышла вместе с Калебом. Потому что Калеб её вывел. Эээ, добры нашли. Вот. Мы стоим на утёке, нас там нет. Видит кучу детей, она понимает, что шаман их пытается успокоить, также подключается. В общем, давай опишу, что здесь. А, его уже убили. Да. Эээ... Или сам уничтожился, я не знаю. Эээ, короче... Эээ... 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 Крысолов куртка бы. Ээээ... 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 Тихо, ну вот. Не сбивай его. Да сбивай. Сейчас я скажу, сколько тяжело. Сколько точно. В голове знаешь, что такое информация где-то? Ну... Орехо-терешка. Евро. Филер. Дюжина, по-моему. Буфилер. Америтрэп. Америтрэп. Да, 13 детей. В общем, детей всего 13 человек. Америтрэп. 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 сказать позволь просто не помогать да я полностью кушал она понимаешь шаман врачеватель но они они что же не блин они понимают такие шаманы там и тогда лишний первый день она полностью лояльно тебе относится то есть да вы там все вместе приводите детей в порядок успокаиваете кого-то кому-то калипта начинает сказки рассказывать там много чего знает про его интерес ну такой да сидит рассказывать но как бы твоего внятного диалога с детьми не получать поэтому другие придут может что-то поспрашивать сейчас я тебе ничего не могу вот теперь вы что у вас я отсюда пытаюсь посадить видно еще да отлично кажется нам вот дальше идти искать он далеко не еще не там костер она освещена это пещера и да он мог свалить все цели там приноси рассредоточимся и нашли конечно карты но следов ты не нашли давайте сходим поищем он мог стрелять отменить другого места просто это типа отсюда произвела это призрачный шум и там есть такое уже не грязь каменистый уступ какие там следы извините я специалист в этом вопросе есть такое дело призрачный шум называется он переносит звук выстрела в другую точку мы никого не найдем да он скорее все стрелял из другого я все-таки поискал бы вокруг порыскал я бы пошел назад назад к детям мы пойдем там уже решим сюда я конечно не эксперт но знаю грабовщик ставим давайте каждый сам свои фигурки к пещере пошли все пошли в пещере вы видите как медицинскую помощь им указывают калют какие то ставки детям помочь помочь надо что с детьми я предлагаю открыться в пещере до утра дай ты вообще с тобой все понятно тогда пошли так еще давайте может с детьми поговорим хотя это вы должны зачем нам такой доктор нужен ассыкливый давайте доктору прострелим ногу не надо ребята я знаю дорогу фишка упала а спонсор этого видео ипадовский игрушевый не ночью сейчас такой это может пообщаться между собой давайте анекдоты травить кто знает в него попала пуля правильно да и он развеялся он не в субъекте или пролетела дальше по направлению пули мы сможем выяснить откуда стрелять подожди я кто-нибудь может посмотреть что это за пыль от него осталось посмотри алхимик посмотри что это такое там осталось что за прошла вышла на стенах следователем в горке следовать в горке ты находишь пулю ну не оставь вражение как ураль откуда прилетел направление не тут другое дело что при попадании в твердое тело энергии такой розы так направление направление движения розочки очень понятно потому что она при попадании расходится свинцовая пуля она очень легкая мягкая и тогда у него такие свинья не у тебя потому что доктора доктором он только это делает а я и следую хорошо есть доктор исследовал природу вещей до стреляли какую-то с утюс иначе все таки с утюсом да мы все таки дураки а я говорил надо поискать вокруг не слушайте меня никогда вот этот доктор блин ведет вас куда-то а вы все блин как овечки и от и пуля пуля выделяется на золотая вот и на ней нанесены руны о это по моей части дай-ка гляну дайте гляну пытаюсь еще за руны определить смотрю что за так как ты ну довольно неопытный у меня руны 3 ты понимаешь что это руны которые наносят руны стрелки вот это пуля скорее всего было зачаровано вот на что именно и какая именно ты не знаешь потому что зачарованная пуля ребят потому что довольно сильные руны сильные довольно таки поэтому песок рассыпался наверно не факт что там с петлом он возможно жил в пещере правильно значит у него там хабар подсказку давайте пещеры тогда осмотримся я пошел в пещеру потому что я воружу один ты не пойди стоять ничего даже одежда там белья но хабар то есть он гулял там он хочет сказать шаман хочет вообще проверить душа этого человека еще здесь ты хочешь именно с духами пообщаться или ну в общем да я хочу понять вот этот вот фон который весь природный духовный который здесь есть держит ли он еще душу вот этого вот субъект крысолова да вообще или ее нет на самом деле я был ли он живым человеком что реально если после него осталась кучка пепла то я пел не остался после даток что-то осталось или нет вот вот и все ну это то что в принципе может захотеть нельзя измельчать вероятность того что он не большой за вот эти потусторонние миры потому что есть штраф нет отвечает навык знахарства что значит ну кинь проверку знахарство десятка плюс шестерка 106 но вот шестерка десятка у тебя должно быть да у нас один набор я думаю ты понимаешь что это далеко не пусть вот десятком что ты это делаешь детям очень нравится десятка вот здесь телега есть кофе да вот десятка 0 это 10 она там билась билась в истерике но не смогла как 12 это вообще двадцатка теле 10 10 10 телегу все такое там ну смотрим пошел на телегу смотреть 13 13 ты понимаешь что у